Видите, мы говорили, что заповедь о субботе, хотя мы относим и отметим, чтобы у вас обязательно было, в отношении Бога и человека, но одна еще это заповедь, и что? Об отношении человека к человеку. То есть, видите, нет такого четкого подразделения заповедей. Вот это для Бога, это для человека. Вот скажите, если мы говорим, что мы любим Бога, а мы не любим человека, любим ли мы в действительности Бога? Нет, это неправда. Неправда. Совершенно верно. Мы не можем любить Бога и не любить человека. А вот скажите, с чего начинается любовь к человеку? Любовь к человеку, любовь к ближнему. С чего начинается? Вы знаете, вот интересно, Евгений говорит, с любви к самому себе, да? Если мы любим и уважаем самого себя, то мы можем любить и другого человека. К сожалению, у нас, помните, вы проходили, я не знаю, сейчас проходил, в школе такой был образ Печорин, да, герой нашего времени. Он очень интересный, у него был этический принцип. Да, я себя ненавижу, а людей презираю. А вы знаете, ну, 90% людей, они находятся в таком положении. То есть, в данном случае, ненависть, я не говорю, что человек себя ненавидит. Себя он все равно любит, это в глубине души, да, правда? Дело в том, что он не ценит себя, да, и так далее. Он не находится в мире с самим собой. Любовь к себе и эгоизм, это немножко разные вещи. Если любим себя и любим Бога, любим в себе Бога, это одно. Но если мы свое «я» делаем у Бога, да, это уже себя люби или эгоизм. Но если мы не будем испытывать любви к самому себе, да, как мы можем любить другого? Один пришел к еврейскому мудрецу, богатый очень человек. Он сказал, вот смотрите, я ем только черстый хлеб. Это Еле, по-моему, был, я не помню точно, но Еле-Еле его говорит. Слушай, ни в коем случае ты должен питаться сдобными булочками. Почему? Потому что ты богатый человек. А ученики его спрашивают, когда этот человек ушел, а что ж ты так ему сказал? Ну, вы понимаете, он же богатый человек, да? А если он привыкнет к хлебу, то он подумает, что бедняки смогут есть камни. Если, как говорится, относитесь к другому человеку, как к самому себе, и мы себя не любим. Вы понимаете, как мы можем это выполнить за поведь? Правда? Я еще раз говорю, любовь к себе – это не то. Вы помните, я вам рассказывал, за что я был наказан, да? Я роптал, что я такой никчемный, нехороший человек. И бог меня конкретно наказал, и он показал за это, и бог меня вывел из этого наказания, и я теперь это понимаю. Хотя, конечно, иногда скулить хочется. Но вы знаете, такой скулеж – это тоже проявление эгоизма, проявление своего «я» или внутренней гордости, вы понимаете. Одни слишком гордые за то, что они умные, другие слишком гордые за то, что они дураки, одни слишком гордые за то, что они богатые, другие слишком гордые за то, что они бедные. Вы понимаете, да? Любые крайности – это что? Проявление гордости. Шалом – это не крайность, это гармония, это гармония в мире. Поэтому все начинается в становлении шалома, да? Если у нас будет шалом в отношении самому себя, это не значит, что мы должны всегда себя прощать во всем, вы понимаете? Но всякий раз, когда мы скрываем недостатки, мы должны немедленно приносить Богу, мы должны каяться, да? И когда Павел говорил, забывая заднее, простираться вперед, это не о том, что мы вообще ничего не должны запоминать, да? А это о том, что забывая заднее, то есть забывая наши грехи, которые мы что? Принесли Богу. Забывая наши проблемы, которые принесли Богу. Мы часто приносим грехи, проблемы к Богу, и их не забываем, да? И часто забываем покаяться. Поэтому говорят, что Бог забывает то, что мы помним, и помнит то, о чем мы забываем, правда? Когда мы устанавливаем мир с собой, мы устанавливаем мир в своей семье, только тот, кто может установить мир в своей семье, да? Видите, принцип. Вот меня дальше распространяется. Тогда мы можем установить мир с другими, ближними, а потом и с дальними, правда? Но это тоже процесс, и это тоже очень важно для нас. Поэтому любите себя, и любите Бога, который в вас. Любите Бога, который в человеке, который Он создал, правда? Это очень важно. Если мы не любим Бога в человеке, который Он создал, мы не можем любить некоего отвлеченного Бога. Понимаете, у каждого свое понимание Бога. Какая не теология, а понимание Бога – это сугубо личное и индивидуальное чувство наше отношение к Нему. Вот мы будем сейчас говорить о родителях и детях. Мне, например, трудно понять Бога как отца. Я своего отца тоже простил, но у него были ко мне такие суровые требования, что я, в общем-то, до сих пор не чувствую, как можно любить своего отца. Да? Понимаете? Бояться и уважать – это я понимаю. А как любить отца – я не понимаю. Но я размышлял, размышлял, мне же наподал хорошую мысль. А ты думай о Боге как о своем дедушке. А дедушку я своего очень любил. Еврейского. Это вы понимаете. Некоторые говорят – вот Бог, Он – Отец. А тот понимает. Если Бог такой, как мой папашка, знаете, так, ну и лучше вообще тогда повеситься. Поэтому следующая заповедь мы говорили – это заповедь о почтении родителей. Видите? Почитай отца и мать, да? И что? И сразу – чтобы продлились твои дни на земле. То есть эта заповедь имеет благословение. Ну, естественно, вы сами понимаете, что если человек не почитает отца и мать, то у него этого благословения не будет. А может даже и наоборот. Правда? Поэтому я вам скажу, что ваши дети будут так относиться, как вы относились к своим родителям. И это факт. Ваши дети – это отражение ваших, так сказать, вашей сущности. Как вы относились к родителям, так и дети будут относиться к вам. Единственное, что может прервать, это если вы вместе с детьми будете каяться. Не только вы, или не только ваши дети, а вместе с детьми. И об этом, помните, говорит пророк Малахи, что если не будет установлен мир с детьми, а он как установлен? Может быть, да, через Ишева Мессия только. То Бог что сделает? Поразит землю проклятием. Да? И Бог действительно поражает конкретно землю проклятием. И Украина тоже одна из таких проклятых земель. Потому что земля чудесная, благословенная. А толком мы от нее не имеем. К сожалению, да. И в этом тоже есть доля вашей вины. В нормальных обществах, вот таких, которые на традициях основаны, всегда есть уважение к старикам, да? Акса калбелая, борода и так далее. К сожалению, такое общество гуманистическое, оно думает, что идет развитие вверх. И дети умнее своих родителей и так далее. Ну, может, они умнее в каких-то вещах, да? Но в отношениях опыта, действительно, то, что имеют родители, когда дети становятся сами таковыми, они понимают, что время упущено. Время упущено, которое они могли бы использовать для почтения своих родителей, для нормализации отношений с родителями. Но я вам скажу, мой сын вот начал это понимать, когда у него свои дети появились. Слава Господу! У меня тоже были с ним одно время такие некоторые проблемы. Слава Богу! И я надеюсь, что он их тоже будет хорошо воспитывать и будет стремиться, чтобы они тоже его почитали. Хотя я вам скажу честно, что я своего отца не почитал. Не почитал, и в чем я позднее раскаялся. Безусловно, это очень для нас важно. Видите? Вот что интересно, что не говорится «Люби отца и мать», да? А говорится «Почитай». С одной стороны, говорят, еврейские равенны, потому что любить отца и мать хорошо, да? Дети любят своих родителей. Правда, до некоторого времени. Опять это воспитание нашей культуры. Потом дети становятся слишком умные. Вы знаете, что то общество, где у власти не старики мудры, а молодые, они им говорят. Говорят пророки, да? Помните? Там, где они уважают старость. И действительно, такое общество близко к разрушению. Дети себя мнят выше родителей. Вообще считают, что дети стали старики-дураки, слабоумные. Сидели бы вы там себе и не пылись. Знаете такое? Страшное, страшное это отношение. Это дьявольское, сатанинское. Дьявол, вы замечаете, все делает для разрушения семей. Разводы, аборты и различные другие страшные вещи. Вот. И поэтому сказано, не сказано, люби, а сказано, почитай. То есть, почитай – это конкретные вещи, которые мы можем делать, да? В иврите слово «почтение» и «уважение» по отношению к родителям – «кавот». Кавот. Кавот. Слово «кавот» имеет тоже несколько значений. Кав, да? Вет и далит. Кавот. Кавот. Кав, вет, далит. И слово «кавот» может быть как слово «уважение», «почтение», да? Слово «кавот» может быть «слава», потому что Бог какой? Славный, прославленный. И слово «кавот» может употребляться для такого органа, как печень, например. Ну, есть еще другие второстепенные значения этого слова. И видите? Тяжелым. И так далее. То есть, да, слава, она тяжелая, она действительно. Бремя славы, да? Кавот для кого, получается. Хорошо. Итак, видите, что получается? Уважай, то есть почитай. Не говорится «любите». Любить несложно биологически, даже естественно. А именно «уважайте». Это требует определенных усилий. То есть, мы говорили, что вся этика, она связана с поступками, да? Поступки. Это поступок. Поэтому в Израиле черту уважения к родителям прививают обычные религиозные школы, где дети получают не только знания и аттестат зрелости, но и основы достойного нравственного поведения. Но, к сожалению, израильские дети в большинстве своем, светские, ничем не отличаются от детей каких? Ну, других народов, да? И в этом тоже наше несчастье. Если человек не видит взаимного уважения в семье, он не может с уважением относиться к своим родителям. Если родители не относятся с уважением друг к другу, правда? Поэтому там, как говорится, бойся, да? Если надо убоиться мужа своего, там, опять-таки, не говорится о том страхе, что она должна шарахаться от него и дрожать при каждом появлении. А о таком страхе, как мы, почтение, опять-таки, Бога, да? Вот, и такой страх почтения называется ира. То есть, он увидит, он узнает, он все будет, все вижу, все знает, да? Поэтому, да, единственное место, где человек может научиться уважению, почтению, это семья. И никакая школа не заменит семью. Ни воскресняя, ни шабатняя, никакая другая, правда? Вот, никакая школа это не заменит. Видите, есть такие даже интересные правила. Нельзя называть родителей по имени. Но, тем более, нельзя говорить «предки», там «папашка», «мамашка», правда? Вот, надо говорить «папа» и «мама». А фамильярность, понебратство – это тоже форма неуважения. Если у отца и матери есть постоянное место за столом, то его нельзя занимать. В некоторых семьях полагается даже вставать, если кто-то из родителей ходит в комнату. Дети обязаны подать родителям еду, питье, одежду. Причем, сказано, что приятным выражением лица, то есть радостно. Да. Конечно, нам трудно такие воспринять правила. И часто уже с детства говорят, что я тебе уборщица, там, или я тебе ничем не обязан, и так далее, да? Конечно. И надо стремиться помочь, услужить. И это очень хорошее качество. Вообще-то, вы знаете, у ребенка есть такое качество. Они часто, дети, пытаются помогать родителям, накрыть на стол, да? Вот, что-то сделать, но родители сами мешают ребенку проявляться этому. Ты еще маленький, да, не делай, ты мне мешаешь, уйди. И тем самым воспитывают ребенка вот такого эгоиста, да? Который, если человек не учится помогать отцу и матери, он не будет помогать близнюю своим. Тем более. Тем более. Постепенно ребенок привлекает к такому состоянию, смиряется и сам подавляет свою инициативу, чтобы лишний раз не нарваться на выговор. Заповедь уважения к родителям требует от нас не только внешних знаков внимания. Дети обязаны кормить и материально обеспечивать своих нуждающихся родителей. Даже если у самих детей недостаточно средств. И даже если они сами должны просить для этого подаяния. Очень интересно. О субботе говорится, что лучше не соблюдать субботу, да? Но если говорится о родителях, то лучше пусть дети просят подаяния, но помогают родителям, да? Ну, к сожалению, в лучшем случае родители сдают какой-нибудь там дом престарелых и забывают о них. А в лучшем случае их просто терроризируют, изводят и тем самым ускоряют их смерть. Согласны? Это тоже форма убийства, причем страшная форма убийства. Мы можем физически убивать, а может мы своим поведением, отношением, взглядом, словом совершать убийство. Поэтому пусть даже человек берет сам подаяния, но он должен иметь средства, чтобы обеспечивать своих нуждающихся родителей. Тем более запрещено бросать беспомощных родителей без средств существования при собственном материальном достатке. Если дети уезжают в другой город для учебы, они обязаны поддерживать с родителями постоянную связь, писать письма, звонить по телефону. И опять-таки это выполнение той же заповеди почтения. У евреев также есть молитва о родителе. Как она называется? Искор. Если вы будете в синагоге, первую часть служения, вы будете сидеть все вместе, но в какой-то момент вам скажут, а теперь те, у которых оба родители живы, пусть выйдут из синагоги. Да? И читается молитва Искор, он вспомнит. И это тоже почтение к умерших родителям. Я сейчас не говорю, что надо делать какие-то тризны на могилках, вы понимаете, язычество это все. И Бога невозможно умолить, Бога невозможно умолить, что если родители явно попали в ад, да? Но мы можем молиться о том, чтобы Бог оказал милость родителям на сути? Я думаю, что мы можем. И я вам скажу, что это важнее для нас. Делая это, да, мы что? Мы сами становимся лучше. Мы должны почитать родителей, не только живых, но и мертвых. Это заповедь почтения родителей. Потому что умерший, это не значит несуществующий. Есть. Тем более страшно, когда бывают родители в коме или в тяжелой болезни. А вы сами знаете такие случаи, когда люди потом приходят и вспоминают, как дети делили прием его наследства, да? Он приходит в себя и точности все может рассказать. Поэтому если вы у постели больного, который кажется, что без сознания, вы должны вести так же почтительно, да, как если бы это больное сознание. Мы не знаем, где его дух. Мы не знаем, понимает он или слышит ли он нас. Всякое унижение человеческого достоинства считается тяжким грехом. О чем бы несла речь? Ну, уважение к родителям, это очень важно. Это, прежде всего, послушание. Вы понимаете, здесь, говорится, кто похулит родителей, да, он что достоин? Чего? Смерти, да? А хула – это не только, когда мы говорим, вот он такой-сякой-сякой, да? Хула – это есть вот это слово «калаль», это проклятие, произнесенное слух, а также какое-то слово плохое, которое мы говорим, да? Коль – это голос, калаль – это буквально голосок, голосочек такой вот. Или если мы обесцениваем то, что родители для нас сделали. Ну, подумаешь, они должны были мне дать образование, а все остальное сделал я, да? И это конкретно хула. И заказание за это что? Смерть. Бог по великой милости еще терпит нас на этой земле. И когда мы говорим, что уважение к родителям – это, прежде всего, послушание, есть определенные ограничения. В каких случаях дети имеют право не послушаться родителей? То есть, нарушать заповедь, то есть, заставляют вашу заповедь? Да. Если родители заставляют нарушить какую-либо заповедь, да, ну, например, проклини кого-то, ослушание, вот, вы должны, ты должен сделать то-то, то-то, а это противоречит заповедям Торы, правда? Вы обязаны не слушаться тогда родителей. Или, если родители, значит, настаивают на каком-то браке, или отвращают вас, в особенности страшно, человек прилепится, сказано, к жене, да, и будут оба одна плоть. Значит, кто отвечает за выбор? Супруга. Сам, то есть, человек, да? Родители могут дать только совет. Да. У нас страна советов, да. Будут дать совет, благословение. Может быть, они там не хотят сейчас благословлять, допустим, но это их совет. Но выбор, опять, за кем? За человеком, да? Но за результаты своего выбора будете отвечать вы. Родители за вас не отвечают. До какого возраста отвечают родители? До тринадцати. Да, тринадцати для мальчиков и двенадцати для девочек. Почему? Потому что Бог дал женщине большую меру понимания. Да. Ну, вы заметьте, подростки, мальчишки, они же пацаны, да? А девушки, они очень-очень разумно к этому начинают подходить. Ну, к сожалению, сейчас у нас такая инфантильность, что и в сорок лет люди хуже, чем в двенадцать лет. Вот поэтому, видите, до двенадцати можно наказывать розыгрыш. После двенадцати уже нельзя. Все. И поэтому первое правило, первое молитву, которое говорит отец, значит, спасибо тебе, Господи, за этого я больше перед тобой не отвечаю, да? И ответственность берет человек за себя. Ну, в любом случае, не должны конфронтировать и не должны проклятывать. Если говорится о почтении родителей, говорится о почтении только таким родителям, которые заслуживают почтения. Нет, любой родитель, да? Хорошо, а приемный отец или мать? Тоже, они имеются такое же. Именно как родители, если кто-то принял ребенка, да, он должен ему, он не имеет права ему отказать ни в наследстве, ни так далее, он должен ему точно так же относиться, как и к своему родному, сколько бы он детей не принял. Ну, я еще, некоторые вопросы об отношениях родителей и детей. Вы знаете, что первая заповедь, которую дал Бог человеку, это какая? Плодитесь и размножайтесь. Пру, у, рву, да? При, плод, значит, пру, плодитесь. Рву, рав, означает взращивать, расти, плодитесь и размножайтесь. И каждый человек должен иметь детей. Да, вот, кстати, насчет рав, видите, рав, учитель, да, буквально взращивающий, взращивающий получается. Скажите, к учителям должно быть такое же почтение, как к родителям или нет? К учителям и к начальникам, да, должно быть такое же почтение, как и к родителям. Да, и к властям нужно почитать власти, да. Власти не требуют, чтобы их любили, да? Что нужно власть бояться и почитать? Ну, посмотрите, которые, да, где-то сказано, что мы должны любить свои власти. Мы должны бояться и почитать. И мы должны знать, что мы имеем лучшие из всех властей, которые мы заслуживаем. Да, мы заслуживаем намного хуже власти. Если кто-то ропщет против властей, против своих учителей, против своих наставников, против своих начальников, это как расширенное толкование этого же закона. И учителям, вы знаете, может быть любой, который вас хотя бы одной буквой научит. Правда? Хорошо. Значит, об обязанности иметь детей. Это первая заповедь во всей Торе, и она первая из 613 заповедей. И Талмуд считает, что эта заповедь обязана, обязательно для мужчин. Почему? Потому что мужчина – глава семьи, и он является инициатором. Раби Мир Симха из Двинска объясняет, Тора освободила женщину от обязанности плодиться и размножаться, так как беременность и роды опасны для ее жизни. Но ради сохранения жизни на земле, Бог наделил женщину сильнейшим желанием иметь детей. Как вы думаете, кто? Муж больше детей хочет иметь или жена? Жена, да? Поэтому для жены это не есть тяжкое выполнение заповеди, да, но желание ее сердца. Желание ее сердца. Ну, есть женщины, которые не хотят иметь детей. Опять-таки, это результат нашего времени и неправильного воспитания. Есть некоторые, которые думают так. Вот я сейчас не имею возможности, и у меня нет сейчас достаточно средств. Ну, это тот же самый принцип, да, не откладывай на потом, да. Неизвестно, что потом будет. Потом может быть еще хуже. Есть люди, которые думают, а вот вдруг мои дети, они станут плохими, будут совершать какие-то поступки. Вавилонский талмуд говорит, не бойся плохих отпрысков. Ты выполнишь свой долг, и Всевышний сделает то, что приятно глазам его. Один человек записал в своем завещании. Мой сын не унаследует ничего, пока не поступит один раз глупо. Раби Йоси бен Ягуда и раби Иуда пришли к раби Егоша бен Кораху, чтобы спросить его мнение о таком необычном условии. Они нашли раби Иуда, ползающего по саду на четвереньках с травинкой во рту, а на шее у него сидел его маленький сын. И Камхан сам не поступит глупо. Увидев это, равены вошли в дом, они спросили рабя о завещании, он засмеялся. Вы видели, как глупо явел себя несколько минут назад? И добавил, для человека, у которого есть дети, вполне нормально вести себя глупо. Сколько детей должно быть в семье? Это очень важный вопрос. Потому что есть выполнение заповеди, а есть неумеренная ревность по заповеди, которая разрушает организм женщины. И очень многие динаминации подходят к этому формально. Мы всегда должны подходить как? Разумно. Да, разумно. И с милостью, и с любовью. И тот, кто разрушает организм своей жены, он такой же убийца. Если муж требует от жены постоянного выполнения супружеских заповедей, или чтобы она постоянно рожала ему детей. И если пастор проповедует так, знаете, он может проповедовать убийство, разрушение. Ни одна заповедь, она не должна сопровождаться нарушением здоровья. Согласны с этим? И поэтому, это важно. Значит, запишите, что у евреев есть четкое определение о том, что значит выполнить заповедь. Значит, выполнить заповедь должны все, да? Возможно, только отложить эту заповедь, если человек занимается торой, и, допустим, сейчас он не может иметь семью. Но все равно потом он должен иметь детей. Ну, бывают случаи, что семьи не имеют детей. Ну, это не страшно. Женщина, она не спасается чедородами. Вы знаете? Там совершенно другой вопрос. Женщина имеет благодать, если она воспитывает детей, да, в поминовении Торы, и тогда она будет иметь благословение. Вот в чем дело. Там не совсем точный перевод. И вот есть две школы. Помните, мы говорили, это как раз грань между до нашей эры и нашей эры. Первая школа – Шамая. Какой Шамай был? Строгий, да? Строгий он точно требовал соблюдения заповеди закона. Гилель, он был более такой демократичный, он всегда больше склонялся к милости. Поэтому в Ешуа каких заповедей придерживался? Гилеля или Шамая? Гилеля. Да, Гилеля. Во всех случаях, да? Поэтому если говорить о нем как о равене, он был равен школы Гилеля. Только в одной единственной заповеди, заповедь о разводе, он стоит на позициях Шамая. Поэтому Мишнам, Ева Мот, 6 дров, 6, говорит, школа Шамая учит, что у него, то есть у мужчины, имеется в виду, в семье, значит, заповедь мужчины выполняет, должно быть как минимум два сына. Тогда считается, что он выполнил эту заповедь. А если у него еще 10 девочек, то это не то, да? Два сына должно быть. Да. Школа Гилеля учит, что может быть сын и дочь. Почему? Потому что сказано, мужчину и женщину создал их. Да? Шамая вообще не любил женщин. У него такие были по отношению к женщинам. Суровые законы, такая же, что он ненавистник был. Не знаю, у него жена такая. А не все жены этой равены были? Не знаю, не говорит об этом наука. Хорошо. Итак, если имеется мальчик и девочка, то по школе Гилеля выполняет. Ну, дальше вопрос, либо ограничение супружеских отношений, но это тоже не по Торе, потому что имеет право на супружеские отношения, да? Либо применение противозачаточных средств. Я еще раз вам хочу объяснить, что некоторые запрещают противозачаточные средства, да? Но есть разные противозачаточные средства. Помните, что семя – это не плод, да? Семя – это не плод. А вот те, которые разрушают плод, это уже убийство. Мы будем об этом говорить. Потому что неразумное какое-то отношение к жене, да? Понимаете? Только ради того, чтобы формально совести какие-то заповеди. Не должно быть. Если у вас есть, пусть хоть немного детей, но вы должны их воспитать хорошо, да? Видите, слово «родители» в русском языке слово «родители». Чем больше народили, тем лучше. Есть такое течение мормоны. Слышали, да? Вот они говорят, что вот Мессия, конец света наступит тогда, когда родится определенное количество душ. Вот у Бога запланировано все родятся, и тогда наступит конец света. Поэтому нужно что? Побольше рожать. Чтобы побольше рожать, нужно иметь побольше жен. Ну и рожать, и крестить, рожать, и крестить. А покрестить можно еще свою бабушку, дедушку умершую, еще своего соседа, даже если он об этом не знает. Да, да, у них такое есть. Ну, там есть еще о крещении за мертвых. Это все там, как Павел говорил, видно, такая группа была, в первом веке нашей эры, правда? Интересно. Ну, вот так говорится, что, значит, имеется в выполнении уже закона. Можете выполнить больше. Выполним и перевыполним, да? У моего сына трое, значит, девочка, потом опять девочка, а потом сын, да? Ну, если где-то будут еще дети, может быть. К сожалению, у меня только один сын, вот, а у моих родителей я второй ребенок. У меня, ну, я единственный вырос, но у меня в младенчестве была старшая сестра, которая умерла младенчество, сразу после рода. Так, хорошо. Относительно приемных детей. Кто вводит сырину в то свой, того Тора считает родившим ребенка. Вавилонский талмуд. Помните, талмуд есть, какой? Иерусалимский в Израиле, и вавилонский. Какой более полный талмуд? Вавилонский. Да, что такое талмуд? Учение. Да, талмуд. Видите, лимуд учения, талмуд обучения. Это комментарии, если хотите сказать, на заповеди Торы, да? Хорошо. Итак, какое же отношение перед родителями? Чти отца своего и мать свою, да? Дети часто испытывают к родителям различные чувства. Тора предписывает любить ближнего своего, чужеземца и Бога, но мы не обязаны родителей любить. Интересно, в другом месте сказано, в Шмот 20.12, значит, чти отца, а в другом месте, в Эйкра 19.3, бойся каждой матери своей и отца своего. Помните, мы говорили, когда говорится бойся, здесь говорится не о страхе физическом, а говорится тоже об уважении, да? Что же значит бояться, и что значит чтить? Говорит вавилонский талмуд, трактатки душин. Наши раввины учили, что значит бояться, и что значит чтить. Бояться, значит, что ребенок не должен стоять или сидеть на месте отца своего, противоречить ему или поддерживать его противников. Чтить, значит, что сын или дочь должны подавать ему, то есть родителям или двоим родителям, питье, обеспечивать одеждой, кровью, помогать войти в помещение, выйти из него, когда они нуждаются в помощи. Да? Это очень важно. Хорошо. Дальше. Вот еще такое, видите, даже в украинском языке интересно уважение к родителям. Знаете, как проявляется? Как вот вы, вы, говорят, да? К отцу вы, и мама вы. Видите, как это интересно. То есть, как Богу говорят вы, в множественном числе, да? Так и к родителям говорят вы. Это очень важно. Если отец случайно нарушает закон Торы, сын не должен говорить, отец, ты нарушил закон Торы. Нужно сказать, отец, а так ли говорится в Торе? Разве обе эти фразы не оскорбительны? Ну, надо, на самом деле, нужно сказать, отец в Торе сказано так-то и так-то, но в действительности нужно уважительно говорить. Может быть, отец не спризнательно нарушил закон Торы, а случайно забыл или ошибся. Правда? То, что нужно более уважительно. Еще интересно, любовь родителей отдана детям, но любовь детей уходит к их собственным детям. Да? То есть, как получается? Если ваши дети, они кого будут больше любить? Своих детей, да? Поэтому не сильно рассчитывайте, что ваши дети будут любить вас. Да, это Бавилонский Талмуд. Это трактат Сота. Сота. Трактат Сота. Еще говорится, человек теряет отца. Очень грустно. Бремя воспоминаний и раскаяния. А что, однако, чувствует сын, когда узнает, что отец оставил ему огромное состояние? Вместе с грустью появляется немного радости. И скорбь уходит на второй план. Но вот случается обратное, и умирает сын. Пусть он даже оставил отцу все богатства этого мира, отец будет безутешен. Он скорбит о сыне и говорит, мне не нужны деньги, что они мне? Я потерял любимого сына. Я бы лучше был самым бедным человеком на земле, но мой сын был бы жив. Правда? Поэтому это нормально, если дети оплакивают родителей. Да? Но ненормально и очень тяжело, когда родители оплакивают детей. Это особо. И если родители и дети спорят. Талмуд говорит так. Откуда мы знаем, если отец тебе говорит, не возвращай потерянное кем-то или нарушай шаббат, не нужно его слушать? Из пассажа. Бойтесь каждой матери своей и отца своего соблюдайте и соблюдайте день субботний. То есть все обязаны чтить Бога. И поэтому если мы нарушаем заповеди почтения к Богу или к другим людям, пусть даже из-за мнения родителей, то мы тем самым нарушаем какой закон? Не почтение субботы, да? А закон почтения к Богу. Здесь просто опять даны примеры. Опять даны. Поэтому если отец говорит сыну не общаться с человеком или не прощать обидчику, сам сын хочет примирения, сын не должен слушаться отца. Это Кицур Шульхан Арух, то есть кратко Шульхан Кицур, да? Быкицур. Кратко. А Шульхан Арух это свод законов, который появился где-то примерно в 15-16 веке, потом еще был дополнен через 100 лет, появился еще это накрытый стол, а потом еще скотерка была, да? Мопа наполнена. Это очень важный свод. Опять-таки не все, что там содержится является для нас законом, но мы должны выбирать лучшее. Если родители стареют и становятся умственно неполноценными, когда отец помогает сыну, то оба смеются, когда сын помогает отцу, оба плачут. Такая есть пословица. Не нужно оскорблять отца в речах своих, когда отец стар и хочет поесть рано утром, как нужно старикам, из-за их слабости, а сын говорит, солнце еще не встало, а ты уже голоден. Или когда отец спрашивает, мой сын, сколько ты заплатил за плач, который дал мне, а сын отвечает, какое тебе дело, я купил тебе и заплатил за него, так что молчи. Или когда сын говорит сам себе, когда этот старик умрет, я освобожусь от всех своих забот. Помните, мой дядя самых честных правил, когда они шутку за небог и дали, 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 а боже мой, какая мука с больным сидеть и день и ночь не отходя, шага прочь, какое мерзкое коварство полушевого забавлять ему лекарства подавать, да, вот, и сполчать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя, да, то есть это недопустимо, это недопустимо согласно Торе, ни к дяде, ни к родителям. Можно кормить отца с жаренными цыплятами и заслужить адовые муки, а можно заставить его работать на мельнице и заслужить место в мире грядущем. Как это возможно? Один человек кормил отца жаренными цыплятами, но когда отец спросил, сынок, где ты их берешь, сын ответил, замолчи, и ешь, как собаки едят молча, и этот человек заслужил муки ада. Другой человек работал на мельнице, царь призвал мельникова работать на него, тогда сын сказал отцу, отец оставайся и работай за меня, а я пойду работать на царя. Ибо если оскорбят работников, пусть лучше это буду я, а не ты. Если нас будут сеть племенит, то пусть лучше сеть меня, а не тебя. Такой человек составил отца работать на мельнице, но заслужил место в мире грядущем. Это палестинский талмуд, трактат кедушин. То есть, если ваш отец и мать будут душевно больными, вы все равно должны прощать родителей его причуды, пока Бог не пощадит его, то есть не даст ему умереть. Но если вы не можете вынести родителей из-за его страшного помешательства, наймите людей, чтобы они о нем хорошо заботятся. Так говорит Мишна Тора. Причем это интересно, трактат называется «Законы о бунтовщиках». И какие есть долг родителей и есть долг детей по отношению друг к другу. Долг родителей перед детьми. Отец обязан сделать сыну обрезание, выкупить его, помните, Пидион Габен, если он первенец, обучить его Торе, найти ему жену, это не значит, его женить насильно, да, но найти и обучить его ремеслу или профессии. Можете это записать, да, Вавилонский Талмуд. Значит, сделать сыну обрезание, то есть посвятить его Богу, вы можете не делать обрезание, но посвящение Богу это хорошая традиция, помните, Ишуа был посвящен, да, его принесли в храм в определенный срок. Если он первенец, значит, выкупить его, обучить его Торе, найти ему жену, потому что родители видят достойных, да, родители видят достойных, и обучить его ремеслу или профессии. Ну, часто бывает, видите, дети, они не слушаются родителей, отношения, жены настаивать на этом не надо, но если дети разумный совет имеют, это хорошо. Вы знаете, любовь хорошая вещь, вот, но брак по расчету, он еще лучше. Когда расчет правильный. Помните, было и у Якова любовь, да, и было у Исаака брак по расчету, да, и тот, и тот жили счастливо. Правда, у Якова было больше проблем. Хорошо. Значит, еще, раби Игуда, это ваилонский талмуд, я все цитирую, раби Игуда говорил, кто не учит сына ремеслу или профессии, учит его воровству. То есть, отец обязан позаботиться, да, либо, если, допустим, они вместе занимаются каким-то ремеслом, либо поставить его учиться, и вот, поэтому, вы замечаете, что у евреев особенно высокий процент тех детей, которые учатся в высших учебных заведениях. Это тоже есть выполнение этой заповеди, это ваилонский талмуд, это трактат кедушин, и тает предыдущая следующая цитата, и опять ваилонский талмуд. Очень важно. Некоторые также считают нужным научить сына плавание. Зачем? От этого может зависеть его жизнь. Я вам скажу, что современный цивилизационный человек тоже еще должен уметь работать на компьютере, правда, и водить автомобиль. Ну, так желательно. Но плавание обучить очень важно, потому что мы не знаем, в какой ситуации мы будем. Перерыв, да? Хорошо. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok